Региональный материнский капитал для студентов ввели в 2017 году по инициативе губернатора Станислава Воскресенского. За это время им воспользовались более 350 семей области. Изначально сумма была небольшая. Еще в прошлом году студенты с детьми могли претендовать всего на 163 тысячи рублей. Этой весной на форуме «Семья» губернатор предложил увеличить выплату. Согласитесь тем, кто учится, особенно научной формой обучения, когда появляется ребенок, это целое приключение, я бы сказал. Размер такого капитала составит 1 миллион рублей дополнительно к тому материнскому капиталу, который есть уже в стране, который установил Владимир Владимирович Путин. Алина Крылова стала первой, кто получит миллион рублей. Девушка учится на четвертом курсе колледжа сферы услуг по специальности гостиничный бизнес. Тимофею всего месяц. Мальчик родился летом. Академический отпуск молодая мама не брала. С ребенком помогают родственники. Материнский капитал мы собираемся потратить на квартиру, ипотеку будем брать. Когда мы узнали, мы очень обрадовались, что такое вот есть, потому что основной капитал, нам его не хватит, чтобы внести первый взнос, например. А с этим очень хорошо получается. Кроме улучшения жилищных условий, студенческий маткапитал можно потратить на образование ребенка или оформить получение ежемесячной выплаты. Ее будут выдавать, пока малышу не исполнится три года. Оба родителя, либо единственные родители должны быть студентами, обучающимися по очной форме обучения, среднее профессиональное, либо высшее образование. И первый ребенок должен появиться у мамы в возрасте до 24 лет. Написать заявление на получение меры поддержки можно в МФЦ или в местном офисе соцзащиты. При себе достаточно иметь справку об обучении из вуза или колледжа и паспорт. Остальные документы сотрудники могут запросить самостоятельно. Кроме Алины Крыловой, за региональным материнским капиталом обратились еще трое студентов из Ивановского, Приволжского районов и Тейково. Их заявления сейчас рассматривают.